Турецкий плен, русский воин своим незлобием, смирением, мужеством завоевал уважение даже среди иноверцев. Днем он ухаживал за скотом, а ночи проводил в молитве. Он всегда помогал нуждавшимся больным, делил с ними свою скудную пищу. Угодник Божий прославлен неисчастливыми благодатными чудесами и исцелениями. Здесь все из белого камня, над царскими вратами находится всевидящее око, но оно милостивое. В этот день литургией служит митрополит Хризастон, и чудным образом, благодаря ходатайству настоятеля отца Иоанна, состоялась совместная служба. Необыкновенное сочетание протяжного, словно бы уходящего вечность греческого пения с высокими русскими голосами. Здесь, на Клиросе, отец Николай пел почти всю службу наизусть и подсказывал на греческом, когда вступать нашему хору. Эта литургия была важным событием как для нас, так и для греков. Когда наступил момент причастия, так оказалось, что твоими становятся слова, произнесенные столетия назад посланниками святого князя Владимира. Не знаем, где были, на небе или на земле. Общение с митрополитом Хризастомом, настоятелем и братьем храма продолжилось на трапезе, которую нам предложили сразу после литургии. На память о совместной службе отец Киприан дарит митрополиту и настоятелю иконы и надеется, что у владыки будет возможность посетить Россию, побывать у мощей преподобного Серафима Саровского, которого митрополит, по его словам, очень любит. В юрисдикции митрополита Хризастома находятся 145 храмов и 15 монастырей, из которых 12 женских и 3 мужских. Владыка каждый день служит в разных храмах, у него много дел, связанных с детскими лагерями. Узнав о том, что на факультете нашего университета готовят студентов для такой работы с детьми, митрополитер с радостью поддержал идею о возможном сотрудничестве. Здесь, по завершении трапезы, снова зазвучали русские народные песни. Слушая их, настоятель отец Иоанн плакал, а во время исполнения Катюши греки прихлопывали, притопывали и радовались, как дети. На прощание митрополит Хризастом благословил всех иконочками Иоанна Русского. Мы вернулись к раке с мощами святого, чтобы отслужить молебен. Мощи Иоанна Русского никогда не покидали Евбию с тех пор, как были привезены из Малайзии. Именно тогда десница святого была передана в Пантелеймонов монастырь на Афоне. К Аанну Русскому уже не раз обращались за помощью паломники с его далекой родины. И мы надеемся на его заступничество и на то, что когда-нибудь частичка его мощей вернется в Россию. Приближаясь к монастырю, который был основан в 1520 году, мы следуем по стопам его основателя, преподобного Давида Евбейского и блаженного старца Иакова Царикиса, почившего совсем недавно, в 1991 году. Об удивительных примерах послушания, смирения и твердости веры преподобного рассказывал встретивший нас и романах Никодим. Святой Давид Евбийский, живший в 16 веке, вырос в семье священника. Промысел Божий с раннего детства указывал на особое призвание мальчика. Так в три года Давид неожиданно пропал, и после семидневного поиска родные нашли его молящимся в часовне Иоанна Предтечи, который сам привел туда маленького святого и заботился о нем. Желание посвятить себя монашеской жизни преподобный Давид хранил в своем сердце с 13 лет, и вскоре с благословения родителей начинается его духовный подвиг. История основания и существования монастыря с самого начала связана с чудесными событиями. Мечтавший создать обитель по образцу афонских монастырей, святой Давид отправляется на Евбею и, постелая свою одежду на морские волны, переправляется сюда. Вскоре для того, чтобы собрать средства на возведение обители, преподобный отправляется в Россию, не совершает многие исцеления. Щедрые пожертвования чудесным образом, запечатанные святым Давидом в полом бревне, достигают берегов Евбеи. Монастырь расцветает. Недалеко от него до сих пор бьет источник, который остается напоминанием о послушании. Именно здесь преподобный распорядился начинать строительство монастыря перед своим отъездом в Россию, но братья усомнилась и выбрала место рядом с родником. Вернувшись, опечаленный, святой укорил монахов в непослушании и маловерии. На их глазах, по молитвам святого, на том месте, где он хотел строить монастырь, забил источник, родни кусок. Завещанием святого к братьям было всегда сохранять связь с Господом через таинство Святой Церкви. Спустя пять веков, середина минувшего столетия, в монастыре обрела пристанище блаженный старец Иаков Цаликис. Имевший горячее желание служения Богу, с ранних лет исполнивший свой долг перед родными и государством, он пришел сюда поклониться святому Давиду Ивбийскому. В его келье братья бережно хранят посох и патрахель, обувь, носки которой загнуты от бесчисленных поклонов. Перед отбытием святую землю я решил обязательно посидеть в монастыре святого Давида, чтобы спросить его благословения, помощи и предстательства. Рассказывал потом старец о промыслительной роли этого посещения. Подойдя к монастырю, я увидел, как местность внезапно преобразилась и стала другой. Не такой, как мы привыкли видеть ее. Передо мной стоял монастырь, необычайно прекрасный. У ограды монастыря преподобный старец с белоснежной бородой ждал меня. Это был святой Давид Ивбийский. Я приветствовал его и сказал, «Старчи, что за прекрасное место? Как же это все здесь стало таким? Я никогда не видел ничего подобного». Он отвечал, «Это республика подвижников, и у каждого свой домик келья». «Старчи, ты мог бы и мне дать такой же? Мне они очень нравятся. Чадо, если бы ты остался, у тебя был бы такой же, но ты пришел поклониться и уйти. Старчи, я остаюсь». Благодаря трудам старца Иакова монастырь обрел второе дыхание. Здесь блаженный Иаков совершал свои аскетические подвиги. Здесь он неустанно служил людям, как духовник. Короткий путь от храма до кельи подчас занимал его несколько часов из-за множества народа, желавшего обратиться к нему. Несмотря на слабое здоровье и болезнь ног, блаженный старец утешал всех. К ему, простому иеромонаху, были открыты все события до Второго пришествия. Могилка старца Иакову, которой мы служили по нехиду, остается местом утешения. Здесь открывается, что существует невидимая духовная связь. Игумен Кирилл, кельеник Иакова Ивбийского, дал обязательство молиться за нас и за все наши дела. Так, с надеждой на невидимое благословение, мы покидаем обитель святого Давида. Паломничество к старцу Паисию Святогорцу начиналось ранним утром. Накануне, уже почти ночью, мы горячо молились святителю Николаю об избавлении от грозящего шторма. Удивительным образом, на рассвете небо постепенно проясняется, и величественные массивы облаков над горами рассеиваются. Утренний урок смирения. Монастырь закрыт, и нам не придется служить здесь литургией. Только потому, что в праздник преображения мы должны служить ее в ином месте. Путь к центральному кафедральному собору города Солоник, посвященному великомученику Дмитрию Солунскому, недолгий. У могилки митрополита Пантелеймона, который находится напротив собора, батюшка встречает настоятеля, архимандрита Иоанна, который перед службой пришел поклониться своему духовному наставнику. Удивительно легко решается вопрос о совместной литургии. В соборе покоятся мощи святого Дмитрия Солунского, которые вернулись сюда из Италии лишь пять лет назад, мощи святителя Григория и святой Анисии. Великомученик Дмитрий Солунский в возрасте 12 лет был назначен проконсулом в Солоникийской области. Но вместо того, чтобы гнать и казнить христиан, стал учить жителей христианской веры. Память святого Дмитрия на Руси изданно связывается с воинским подвигом защиты Отечества. Ему молятся о прозрении очей. Справа у входа список чудотворной иконы Иерусалимской Божьей Матери. Внутренний интерьер храма несколько напоминает Пачаевскую лавру. Здесь удивительно красиво. Цветные, золотистые стекла, легкий навес ротонды перед входом в алтарь, бело-золотистый иконостас. Белоснежные, без росписи колонны с различными верхушками, листья, животные. Местами видна каменная кладка на перекладинах. Балкон, на котором вскоре оказываются наши паломницы. Греческое пение и возгласы на родном языке. Святые дары выносят из алтаря и с ними обходят часть храма. Пламенная проповедь Архимандрита Иоанна раскрывает значение преображения в жизни человека. В честь праздника преображения всех присутствующих на литургии благословляют освященный винар. Пламенная проповедь Архимандрита Иоанна. После литургии небольшой концерт. Теперь на клиросе поются русские песнопения. Архимандрита Иоанна приглашает нас к себе в кабинет на кофе и беседу. Он рассказывает о том, как в одной из посещений Санкт-Петербурга, совершая паломничество с митрополитом Патеримоном по России, они оказались в Исаакиевском соборе, тогда еще музее. Неожиданно зазвучавшие духовные песнопения на греческом языке, которые запела Архимандрита Иоанна, привлекли внимание дежурных. Они проводили паломников к директору музея. Здесь открылось, что он был верующим человеком и хранил у себя Евангелие. Вскоре после этого случая в Исаакиевском соборе возобновились службы. Взаимные подарки на память. И Архимандрит просит исполнить одно из духовных песнопений, мелодию которого напевает сам. После некоторых размышлений зазвучала милость мира, а потом любимые русские песни. Прощаясь, Архимандрит Иоанн благословил всех иконочками Дмитрия Солунского и благоухающим драгоценным миром от его мощей, которые достают лишь раз в год. На просьбу батюшки отслужить молебен у мощей святого Дмитрия Солунского Архимандрит Иоанн разрешил служить столько, сколько мы хотим и где хотим. Молебен у раки с мощами великомученика Дмитрия Солунского, во время которого мы поминаем святого Григория, святую Анисию, привлек участливое внимание не только греков, но и русских, которые, услышав родную речь, поспешили известить о нашем приезде своих близких. Так произошла неожиданная встреча с супружеской четой, которые также, посетив нас в автобусе, подарили нам образки святого Дмитрия. После молебна предстоит паломничество посолоникам. Сначала мы направляемся к храму святой Софии, у которой возможно совершить небольшой крестный ход. Непродолжительная прогулка по улицам города, наверное, не осталась незамеченной его жителями, любимое средство передвижения которых – мотоцикл. Совсем скоро достигаем храма преподобного Давида Фессалоникийского, в котором покоятся мощи преподобной Феодоры Фессалоникийской. Преподобный Давид совершал подвиг, подобный подвигу Тихона Калужского, и в конце жизни, будучи в весьма преклонном возрасте, вымолил свободу салоникам, отправившись в Константинополь. Император стал свидетелем чуда. Преподобный Давид воскурил на ладони ладан, и именно оно убедило императора в святости посланника. Перед долгим путешествием святой предрек, что если он покинет место своего подвига, то больше не вернется. Но народ умолял его о заступничестве, и преподобный Давид внял просьбу. Но, когда он вернулся, и его нога коснулась земли салоник, святой отошел ко Господу. Служим молебен у мощей преподобной Феодоры, и после него экскурсовод Герасиняки рассказывает о земном пути святой. Поступив в монастырь после смерти супруга и приняв посрик от своей крестной, Феодора подвязалась в труде, строгом посте, даже не пила воды. Свою единственную оставшуюся в живых дочь Феоктисту она посвятила Господу, и через некоторое время они стали подвязаться вместе. За происшедшим искушением последовала строгая епитемья от игумени, и мать с дочерью не могли говорить в течение 15 лет. Несмотря на то, что они жили вместе, они соблюдали данный обед. Следующая епитемья оказалась еще строже. Феодоре пришлось в любую погоду спать под открытым небом. Ночуя на улице, Феодора не чувствовала ни холода, ни зноя. Ангел покрывал ее. Получая такие строгие епитемьи, она все больше укрепялась в духовной жизни и до кончины игумени ухаживала за ней. Отказавшись от предложенного ей сана игумени в пользу дочери, святая отошла ко Господу в возрасте 80 лет. От мощей святой многие получали исцеление, иноверцы обращались к православию, и происходили многие чудеса. Наша экскурсия продолжается в Нижнем храме святого Стефана, где 4 года назад забил источник. Воздух здесь пряно-ароматный и немного сырой. Небольшой коридор ведет к храму, в котором служил Григорий Палама. Здесь небольшой музей, и сквозь стеклянную витрину в полу виден фундамент древнего храма. Сквозь витрину в потолке – фрески на улице. Настенные росписи посвящены эпизодам жития преподобной Феодоры. Краткий отдых в Архандаре, кисок, святая вода в беседке, увитый плющом рядом с храмом, и наше паломничество продолжается. В Псалониках мы посещаем храм Григория Палама, и теперь наш путь снова лежит в Суроте. Чтение отрывков из жития старца Паисия Святогорца готовит нас к посещению женской обители, основанной им. Главный храм монастыря расположен на террасе, и отсюда открывается прекрасный вид на горы, на сверкающие вдалеке море. Храм внутри оказывается неожиданно уютным и словно бы совсем небольшим. Здесь, перед мощами Арсения Каппадокийского, мы служим еще один молебен, совсем краткий, потому что скоро начинается служба. Выходящих из храма батюшка благословляет фотографиями Паисия Святогорца. Наконец, долгожданное посещение могилки старца. Мы служим панихиду под знойными, солнечными лучами, от которых хочется укрыться. Слышна служба из открытых дверей храма, доносится пение сестер. Потом начинают звонить на колокольне напротив могилки, и получается необыкновенная симфония. Поем тише, чтобы не мешать службе. Все преклоняют колено, прикладываются к плети на могилке, берут песочек, освещают четкие иконочки. Некоторые подходят под разрешительную молитву. Сестры приглашают нас в Архандарик, угощают грильяжем, соком, печеньем. Служба теперь совсем близко. Батюшка беседует с сестрами, матушкой, дарит иконы, и здесь рождается идея о создании фильма, посвященного Паисию Святогорцу. Дорога домой в Лидию особенная. Батюшка почти всю дорогу читает житие Паисия Святогорца о его болезни и страданиях, о его служении. В это время на небе, словно благословение, от края до края появляется радуга. Начало морских паломничеств происходит с утоннего прибытия в городок Уранополис. Здесь есть время для прогулки и посещения многочисленных лавочек, отдыха на берегу и купания. Прибрежный пейзаж светел и изящен. Его оживляют проплывающие вдоль побережья яхты. Вдалеке исчезающие и втающие нежно-голубой дымки проступают к контуру Святой горы. Над вершиной Афона никогда не рассеивается облако. Совсем скоро легкий теплоход приблизит нас к Афону на предельно возможное для паломниц расстояние 500 метров. Волны бьются о борт. Очень бодро шумит мотор теплохода.